Слава Украине! Привет всем от Полонска! Наша любимая рубрика потери российско-фашистских войск в Украине. Сегодня 30 октября 2024 год. Давайте посмотрим где, что и как. Прежде всего потери опять-таки самые большие это Донецкая область, это Луганская область, где они пытаются атаковать сторону Купинско-Харьковской области. Также потери несутся у них довольно крупные в Курской народной республике, где говорят, что уже под раздачу попали пару раз корейцы, северокорейцы. Ну, пока что это только на словах, а вот реального какого-то факта использования Путиным корейских солдат в боевых действиях против Украины у меня пока что нет. Интересно в связи с этим заявление президента Соединенных Штатов Америки Байдена о том, что если это реакция лидера великой страны, как говорят, мирового жандарма, тить твое налево, да, на возможное расширение конфликта и превращение его в интернациональный. То есть это не эскалация, это супер эскалация. Байден сказал, что если северокорейцы зайдут на территорию Украины, то Украина должна их атаковать. А вот если они не зайдут, я так продолжаю уже мысль, а если, например, они атакуют Украину в Курской народной республике, то Украина ничего не должна делать. Ну, по идее, логика говорит об этом, да, то есть, с одной стороны. С другой стороны, вот американцы передают нам 2000 джипов в Хамве. Это серьезная, да, это серьезная помощь, потому что это рабочая лошадка, которая, будем говорить, такой бронетранспортер, как ни крути. Так что хорошо. Вот, ну просто вот о том, как демократы сейчас выглядят. Ну, бог с ним. Да, так вот, в Донецкой области расширисты продолжают исти просто гигантские потери, особенно под Куракова, там уже эти колонны разбитые стоят по всей дороге вокруг них, эти солдаты путинские лежат. Никого ничего не смущает, от слова вообще никого не смущает. То есть, для Путина, видимо, такие потери, они являются то ли нормой, то ли он стремился к этому, то ли что. Продолжает сохраняться вот эта картина двух с половиной квадратных метров на одного у контрапугленного чмобика. Ну, сами подумайте, да, сколько их Путина нужно. Насколько я понимаю, ситуация такова, что, что наши пытаются, да, достичь в этом самом, в этой ситуации. Максимальных потерь у расшистов, чтобы тем просто тупо нечем было воевать. И, в принципе, это где-то получается. Смотрите, сейчас я даже не буду говорить то, что наши говорят, или, как скажем, наша пропаганда говорит. Ну, зачем верить нашим, если можно поверить расшистам? Они уже из всех утюгов негосударственных орут о том, что в бой посылают коллег, раненых, глубоко больных, то есть кого угодно, писарей, этих самых, дроноводов, то есть посылают людей, которые вообще, ну, не предназначены были быть пехотой или абсолютно к этому непригодны. От хорошей жизни не станешь завозить солдат из Центральной Африки, из, скажите мне, из Буркина-Фасо, из Северной Кореи, из Кубы. Откуда они еще там завозят? Ну, просто, понимаете, это же не от хорошей жизни делается. Более того, я вам скажу, смотрите, не работает вот этот их, не призыв, а как они называются, рекрутинг, да? Сейчас в некоторых регионах они дают 3 миллионов рублей подъемных, чтобы, значит, те шли подыхать на фронт. Не хотят, не идут. То есть 3 миллионов рублей на том свете, они просто хорошо понимают, что 3 миллионов рублей на том свете как бы не понадобятся. Ну и все, собственно говоря, найти новых солдат проблематично. Вот именно этим-то и обусловлено желание найти в Северной Корее еще где-нибудь солдат. Так что, понимаете, вот тут тоже разводить панику особо не стоит, потому что вот эти территориальные сдобудки, которые они имеют, они их имеют, но они абсолютно несуразны тем потерям, которые расисты несут. Я понимаю, конечно, что Путину наплевать на солдат. И сколько их там сдохнет, ему вообще-то до лампочки. Но вопрос в другом. А где брать новых? На северокорейцах ты не выйдешь, или на кубинцах, или еще на ком-то. Тупо их тупо не хватит. Это несерьезно. А могилизацию он по тысяче и одной причине боится проводить. Там и денег нету, там и недовольство будет и так далее. То есть не все так красиво у них, как кажется. Да, и за вчерашний день опять потери там сумасшедшие. 1560 у контрапубленных чмобиков за вчерашний день, что дает там 693 640 с начала российско-фашистского вторжения в Украину. Ну вот, вдумайтесь, цифры говорят сами за себя. Каждый день приблизительно, если раньше там было когда-то 700-800, помните, да? И 500 было вот в день. А теперь, получается, потом это зашкалило уже тысячу достава в среднем. Ну а сейчас уже, потом 1300, сейчас уже полторы тысячи в среднем. То есть, они даже близко не покрывают сейчас вот это своим рекрутингом. Вот эти 3 миллионов рублей ничего не помогает. На том свете эти деньги, как говорится, не потратишь. Но у них не получается. Вот так. 8 танков за вчерашний день. 8 танков. 1560 чмобиков. Мясные штурмы. Мясота. Да. Вот поэтому 3 миллионы не помогает. 9 тысяч 137 всего. И 29 бронемашин туда же. Утиль сырье. 18 тысяч 433. Нам дужа дошкуляя их артиллерия. Да, то есть, ну вот, мешает она нам. Да. Выбивают ее регулярно. Пушек у них было много перед началом войны. Там что-то тысяч 30. Но их уже, скажем так, подлатали очень серьезно. Есть, значит, вообще целый ряд моментов, когда они там уже и стволы перетаскивают с орудия на орудие. То есть, эти стволы потом разрывают где-то там. То есть, с пушками у них увидите. Скоро очень будет беда. Всего 38 за вчерашний день. Всего 19 955. Скоро будет 20 тысяч пушек, которые корово языком слезало. Один град уничтожен. Рашистов всего 1242. И два средства ПВО. А вот это классно. Всего 986. Средства ПВО это жир. Всегда был и будет. Соболеты-вертолеты. 369-329. То же самое, что было. Беспилотникам нашлепали 40 штук. Различных типов. Всегда подчеркиваю, сейчас летит давно довольно много обманок. Хотя вот сегодня по Киеву прилетел, видите, в Соломинском районе по девятиэтажке прилетел вполне себе настоящий шахет. Все мы эту картину видели. Рашисты работают по жилым домам. В то время, как мы отрабатываем российско-фашистские военные объекты. Почувствуйте разницу. Всего 17 979 беспилотников у Путина тряхнулось. Дальше. Ну, потери по грузовикам, сами понимаете. Большие у них. 91 штука. Наши дроны, дроны, минирование, дистанционное минирование. Все это работает. 91 штука грузовиков за вчерашний день. Дороги усыпаны. Разбитая российская техника. Всего 27 840. И одна единица спецтехники, что дает нам 3567. Таким образом, друзья мои. Все мы видим, что путинская армия продолжает стачиваться в Украине. Сколько нам понадобится время, чтобы ее полностью сточить. Или, скажем так, ее боеспособную часть сточить. Ну, какое-то время, конечно же, понадобится. Но не стоит сейчас распускать какую-то панику или еще что-то делать из того, что там где-то они просунулись на один километр, где-то на полтора. Это война. Кто-то находится в наступлении, кто-то в обороне. Наша задача, насколько я сейчас вижу, это все-таки уничтожить максимальное количество лишнего состава, а также техники путерастов. Потому что, ну, скажем так, без танков, без БТРов, без солдатов, чем Путину воевать? Северокорейцев завозить. Ну, Ким Чен Ын даст еще там сколько-то тысяч. Потом скажет, знаешь что, у меня у самого она Южная Корея под боком, мне самому воевать. Где он будет просить? У кого? У пингвина в Антарктиде. Продолжение следует.